Поэтому радуемся, наоборот, радуемся. А была-то, ну вот. Я не знаю, как насил. Что еще? Приготовились. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Вот после новогодних каникул мы возвращаемся в студию. Первая передача после новогодних каникул прошла неделю назад. Ее вел Игорь Чередник. Я был на похоронах нашего друга Андрея Антонова в этот момент. Но я ее послушал. Замечательная передачка получилась. Спасибо, друг. Игорь, приятно. Коллега, за комплименты. От коллеги вдвойне приятно. Значит, напомню, я ведущий Антон Шлей. Рядом со мной мой соведущий Игорь Чередник. За пультом, как всегда, Макс Тимнов. И у нас сегодня замечательный гость. Мой большой друг, с которым мы познакомились лет, наверное, 15 назад. Господи, как давно это было? Нет, 13-13. Это был 2010 год. Фестиваль «Уральский рубеж». А я еще раньше. И это, значит, у нас в гостях Николай Францевич Концевич. Он же Ник Рок-н-ролл. А вместе с ним Иван Боженицкий. Добрый вечер. Иван Боженицкий. Бас-гитарист группы «Третья душа». Кстати, Иван, у меня такой вопрос каверзный сразу. Вот у меня друг, он басист. Я когда ему говорю, ты бас-гитарист, он говорит, не матерись. Нет такого слова «бас-гитарист», нет такого инструмента «бас-гитара». Есть бас. А я с ним совершенно согласен. Согласен, да? То есть ты басист, а не бас-гитарист. Да, да, да. Отлично. Коль, у меня сразу вопрос. Он у нас стал традиционным. Когда ты приезжаешь, я всегда тебе его задаю. Как встретил Питер на сей раз? Петербург? А, вот даже так. Два микрофона. Петербург встретил двумя микрофонами. Я выбираю красный. Отлично. Вот, он очень здорово встретил. На перроне меня ожидал Юра Никонов, новоявленный брат. Как я его так называю. Здорово встретил, чего добрался из Вышнего Волочка. Я живу под Вышним Волочком. В селе Афимина, деревенский я. Вот, парень. Сел на поезд Ласточка. Три часа. Я в городе, на Неве, который знаком мне до слез. Вот, в общем-то, хорошо встретил. Потом, собственно говоря, наш нынешний директор Елизавета Солодовникова. Вот, хостел, отель рядом с... Причем улица Гончарова 13. 13 – это мое число. Ну, все рядом, все здорово. Ну, вы же успели так по Питеру прогуляться? Нет, нет, мы поели, поели. Кофе попили. Ссылка к Андрюше Панову, а те, кто в семье тебя поймет, в ресторане «Добрый грузин». Отлично. Я повторяю, те, кто знаком с его творчеством, все поймут, как он похихикал там, на небесах, где уже достаточно много тех, кто... Ну, и так далее. Хорошо встретил, по-весеннему. Прошла информация в интернете, там, у тебя мама приболела. Как сейчас чувствует себя? Слава богу, выписана Клара Николаевна. Это вообще, это прошлый год, это было что-то. Сначала отлежал в больнице я, ну, вот, было подозрение на патриотит. Все обошлось с очень жесткой язвой желудка. Дальше меня порадовало УЗИ. Дело в том, что у меня сосуды, оказывается, 54% поступает в мозг. Я доктора спрашиваю, который делал мне УЗИ, а говорю, и что это значит? Ну, говорит, а что значит? Вы, говорит, Николай Францевич, по кромке льда ходите. Вот. Ну, и мама, мама, это, конечно, был ударом. У нас маленькая семья. Вот. Моя мама, Клара Николаевна, пробросила всю свою личную жизнь, когда было становление коля рок-н-ролла в городе Симферополе. И, слава богу, все обошлось. Поражение было минимальным, легких. Ну, две недели она отлежала в больнице. Так что все как у людей. Слава богу, жива, передает вам всем привет. Спасибо, замечательно. Вот такие вот. Кстати, о маме, вот когда ты начал заниматься творчеством, что сказала твоя мама? Да, это вообще песня. Когда я кривлялся у зеркала в городе Оренбурге, ибо я родом из города Оренбурга, мама смотрела на это сквозь пальцы, потому что, естественно, по ее разумению, сын должен, как минимум, закончить был военное училище. Ну, это 70-е годы, город Оренбург. Такой патриархально продвинутый город. Я бы сказал. Вот. Но сын выбрал Институт культуры, режиссера массовых праздников. Мама моя ездила в Челябинск. В Челябинске. Угу. Вот. Но она никогда не думала, что, так сказать, я свяжу свою жизнь с вибрациями, которые условно называют в этой стороне мира, где мы говорим и продолжаем говорить по-русски рок-музыкой. Я ж тусовщик. Но это долгая история. Тут очень много предысторий. Мы не торопимся. Очень много предысторий в этой большой истории. Вот. И, собственно говоря, родственники в Москве, у нас есть в Москве родственники, они, конечно, не поняли, как так. Я поступил в Институт культуры. Но зато у меня был диплом. Ой, должен был быть шеф Денису. Должен был быть диплом. Вот. Это очень, повторяю, долгая история. Диплома не случилось. Случилось неоконченное высшее образование. Но у нас, кстати, педагоги все были из Ленинградского Института культуры имени Крупской. Угу. У нас очень интересная была школа. У нас была кафедра социологии. Вот. У нас был такой предмет семестр шоу физиогномистика. Физиогномика. Так что я людей могу видеть. В общем-то. Профессионально видеть. Профессионально видеть. Наскрозь. Ну, не наскрозь. И не вскользь. Но видеть. Есть такое, да. Вот. И, собственно говоря, когда у меня был юбилей, и был такой достойный клуб в Москве Б-2. Сейчас очень много клубов нет. Живых. Угу. Вот. А Клара Николаевна приехала, она тогда еще могла ездить, она приехала на фестиваль. Там был Псой Кроленко, Чудо-Юда, Аня Герасимова, она же унка. Ну, там очень разношерстная была публика. Ну, маме это было все громко. Непонятно. Ну, она меня увидела на сцену. Ну, это был 2005 год, и она сказала, а ты у меня, оказывается, артист. Вот. Здорово. Здорово. Абсолютно не понимает то, чего... Ну, и тексты мои не понимает, и музыку не понимает, но я ее сын. Это все. Когда в Симферополе, кстати, кстати, во-первых, я хочу поздравить ленинградцев. Сегодняшним днем, насколько я знаю, сегодня абсолютное снятие блокады. Я поздравляю людей, живущих в этом городе. Вот. Ну, говорят, также сегодня день Портвейна, а в Екатеринбурге день рождения Бажова. Сегодня такой праздник. А вот, да, о чем я? Вот. И когда в Симферополе вышла статья в газете за ширмой фирмы, было очень мощное следствие, очень мощное следствие. Это не Алиса с косой челкой там. Ну, у Кости все эстрада, а у меня как бы лайф, жизнь, да? Наверное. Но мы из разных ведомств. Ну, да. Ну, из разных ведомств. Я не теряю к нему уважение, но мы из разных ведомств. Вот. И, собственно говоря, когда 87-й год, это Советский Союз, еще не отменяли такую статью за тунеядство. Ну, и там начали комитет госбезопасности, кстати, бульвар Франко-13. Угу. Вот. Там нормальные парни. Они делали свою работу. У меня к ним абсолютно никаких претензий. Ну, вот. И они начали как-то задавать вопросы, а где же я ездил, где я бывал летом, где я работал. Рок-лаборатория московская в виде Оли Опрятной вообще от меня отказалась. Мы не знаем такого человека. А вот Ленинградский рок-клуб, Ленинградский рок-клуб, за что огромное спасибо и Коле Михайлову, и тем ребятам, которые были менеджментом на Румиштейне-13, они как раз сказали, нет, мы знаем прекрасно, знаем Колю рок-н-ролла, да, вот. Они нашли какие-то справки, что я тут какие-то концерты даже делал. Мне это очень помогло тогда, в 1987 году в городе Симферополь, когда у меня было мощное следствие по страницам газет. Да, и еще огромное спасибо Юрию Даобову, когда меня отпустили. Я не подошел тогда к Витицу, и они стояли где-то в районе Гастрита, но я был еще под впечатлением этого следствия, под впечатлением этих допросов. Это было действительно очень жестко, но я выставил как-то. Вот, и ко мне подошел Юра Наумов тогда в 1988 году, это был зимник, был как раз фестиваль, был жив тогда еще Юра-скандалист. Вот, мы там в подворотне сильно веселились, а вот только меня отпустили, вот только меня отпустили, только я приехал. Когда там мент бежит, а за ним бегут Алиса Маной, и у нас спрашивают, там был Левковский Димка в этой подворотне, в этой подворотне, я знаю, в этой подворотне, потом был Юрка, скандалист, Герман только с армии пришел, ну вот, кто-то еще был, мы там пили, ну пили, я там в основном молчал, потому что я не мог в себя прийти после эфиров, там реально было очень жестко. Вот, и очень было замечательно, когда мент что-то там пробежал мимо нас, вот у него еще фуражка была, вот кляшки к его вот держал, ну панборный, наверное, я же не знаю, как там. Вот эти Алиса Манны, которые говорят, вы тут не видели, где мент? Где он? Куда он побежал? Я говорю, ничего себе перестройка. Ну у меня же было две судмедэкспертизы, а фактически перестройку вообще, то есть, у меня моя перестройка в Симферополе, когда меня отпустили на подписку о невыезде, это корида, то есть, ну цитант такой корида, то есть, я офигевал, только вышла группа крови, то есть, получалось так, что вроде как меня с кем-то там перепутали в комитете госбезопасности, а все, о чем я когда-то думал, говорил, все вот прям буквально на меня лавиной обрушилось. Ну я был на судмедэкспертизах, вот, меня повинтили и 11 декабря 1987 года в городе Новосибирске все было как в кино, только это не было как в кино. Группа захват, улица коммунистическая, вот, опер, который был приказ, если я побежал бы, то меня бы, это, ну, подстрелили, нет, серьезно, это я диагноз свой тут на радиошок не отрабатываю, но у меня диагноз шизофрения, это правда, шизофрения, 4Б, раздвоение личности, неважно, вот, и меня там забрали, как сейчас помню, улица коммунистическая, город Новосибирск, сидит такой следователь, так вот ты какой, колярок, у меня начинает вообще жутковато быть, у меня с кем-то перепутали, ну и так далее, ну вот, и вот в Симферополе, там сразу меня на судмедэкспертизу, потом в Киев на судмедэкспертизу возили, вот, собственно говоря, меня выпустили в 88-м году, уже на подписку они выездили, тут на тебе, группа крови на рукаве, блин, Молчанов, вот это вот, какое-то такое, вот знаешь, такое было состояние, как будто я оказался в ином мире, где сатана там правит бал, ну серьезно, я говорю, это вообще был капец, я человек впечатлительный, ну вот, собственно говоря, вот Ленинградскому руку огромное спасибо за участие, за то, что они мне реально помогли, и вот ко мне тогда вот на зимнике подошел Юра Наумов, он тогда, по-моему, работал у Старцева, радио, ой, радио Рокс, Рокс, да, по-моему, Рокси, 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 интересный, Рокси, да, вот он ко мне подошел, Юра Наумов, он вот конкретно ко мне подошел, ощущал поддержку, вот сейчас самое главное это поддержка на сегодняшний день, это касается всех, это да, живых, живых, не тех, кто, а живых, я делю на живых, где нет никакого возраста вообще, возраст это шнега, который придумали взрослые, а взрослые, как мы знаем, придумали атомные бомбы и прочее, прикню, мы не материмся в эфире, поэтому я говорю прикню, вот, и все остальное, вот я делю мир на вот это все, остальное и на тех, для которых, для которых несущественен возраст таковой, а рок-н-ролл, это, конечно же, не танец, это Билл Хэрри когда-то в 55-м, а, это, я помню, в Ленинграде еще говорили такое слово умничать, я немножко поумничаю, ладно, ну, конечно, ну, я такой соловей, соловей, нет, я не соловей, даже не лимитаб, потому что соловей, это те, которые здесь стали жить, говорят, вот ты соловей, ну, ты такой неосоловей, ага, ну, это вот раньше говорили соловей, а в этом, в Москве говорили лимитаб, и неосоловей, функционеристы соловей, ладно, не будем о соловях, о них уже предостаточно было сказано в разных песнях, иными словами, вот, и Билл Хэйри, когда спел рок-н-ролл, вот это рок-н-ролл, на самом деле он ирландист, мало кто об этом знает, а рок-н-ролл своего рода читалочка, то есть тебе, ну, это от друидов все идет, в общем-то, и ты, в общем-то, можешь веселиться до упаду, ты будешь вечным юношей, но ты только помни о том, что ты там, собственно говоря, будешь один, одиночество, ну, вот, например, из веселой, в кавычках, песни четвертого альбома Led Zeppelin, рок-н-ролл, там же рефренд low-li-low, а low-li-low это одиночество, ну, и так далее, поэтому вот то, что на сегодняшний день я лично имею, но тем не менее. Да, хороший текст, круто. Видимо, готовил, сэр. По поводу, по поводу статей всяческих, там, Коль, по поводу статей всяческих, 4B, у тебя, есть, как бы, со-товарища, это Андрюша Отрязкин, у него точно такая же статья, он сейчас, правда, в Америке живет, и было тут видеоинтервью с ним, вот, я на него нарвался, ужасно расстроился, потому что я знал другого Андрюша Отрязкина, вот, но тем не менее, вот, у него 4B тоже, здесь группа джунглей, гитарист. Я помню. Да. Меня вот какой вопрос заинтересовал, то есть есть гражданин мира, а ты получаешься гражданин Союза. Почему-то я считаю, человек прославился в группе второй эшелон в Крыму, потом с Юрием Юкосом, с Юксом, в 89-м году, в Владивостоке, сейчас я дам тебе, сейчас у нас один на двоих, группа Коба, потом Тюмень, только что были названы Челябинск, что там еще, Норильск. На Норильске я не был. Вы никакой, учился-то, где же у нас? Нет, Юкс никакого отношения не имеет, но я сразу, тут вот пишут некую неправду. Это Википедия. Вот я так и знал, что это Википедия. Давай мы разборжим. разморжим вот эту Википедию, вот разборяжим ее, на молекулы атома, на составные части. Во-первых, первая музыкальная группа, которая в моей жизни случилась, я не говорю о хэппинингах и перфомансах, как сейчас бы говорили бы, то, что делал мой герой, да, Коля Роккенболл. Вот, это, конечно, группа Коба, и Юкс не имеет никакого отношения, равно как и второй эшелон, это была, скорее всего, формация, где играл на гитаре только один Юкс. Ну, там на другом все строилось. Ну, скорее всего, это был такой передвижной хэппининг-театр, ну, если вот давать определительный. Первая группа у меня появилась, музыкальная группа у меня появилась в 1988 году, на Дальнем Востоке, а именно в городе Владивостоке. вот тогда такой человек Леня Бородин, ныне покойный, который, собственно говоря, был президентом Владивостокского рок-клуба, ну, одним из, вернее, первым президентом был Игорь Давыдов, та, что ему небесная. Вот, потом Слава Жигал, ну, не важно, вот, вот он у нас был барабанщиком, он говорит, давай, я говорю, давай назовем группу Коба. А, собственно говоря, вот она и появилась. Это не кличка Сталина? Да там по-разному, какая разница была, время шокирующих ценностей, наверное, и кличка Сталина. Просто у него Коба кличка. Ну, да, знаю, что у него Коба кличка, а у Кому черт кличка. Я вообще к этим бандитам никакого отношения не имею, это хорошо. Я к бандитской, так сказать, в этой вот все добрые разбойники, Рубин Гуды и прочее. Хотя, Иосиф Иосиф Иосифович Сталин, это отдельная история, но я, мы что-то договорились с ним говорить, да? Об актуальной мы договорились с ним говорить. Ну, вот, все нормально. Блокаду, блокаду прорвали с его имени. Конечно. Аксиома. Вот, и другое, и так далее, и тому подобное. Ну, это так. Вот, потом, собственно говоря, были промежуточные группы, ну, то есть, я имею в виду, экспромтом был записан альбом в Новосибирске с группой «Мужской танец», где это была группа Вадика Черного Локича. Также экспромтом в этот же промежуток времени, я говорю о 90-м годе, а вот, был записан альбом с Лолитой. Есть вот такой человек у вас, Леша Плюснин. Ну, ну, я с ним играл в одном ансамбле. была такая группа Лолита, да. Вот мы, собственно говоря, на базе, в Видном, на базе, на реббазе, или на студии, вернее, группы ХЗ записали альбом, который назвался «Московские каникулы». Угу. Вот, и я начал входить во вкус. Я еще, собственно говоря, в своей юности любил на псевдоанглийском языке перекрикивать эти, ну, усилители. Кстати, когда я приехал сюда в 1983 году, и благодаря Максу Усанкину, и тогда ее не называли еще «Кэт-барабанщица». Вот, Кате, благодаря им я познакомился с Андреем Пановым, они мне дали его номер телефона 299-89-94, как сейчас помню. Действительно, крутая память. У меня хорошая память. У меня университеты хорошие. У меня много интересных историй, связанных с вашим городом. с людьми, которые жили в вашем городе. Вот. Отсюда и память. Загадками говорю, да, извожу. Нормально. Ну, не так часто у вас бывает в 13-е. Неважно. А вот, да, о чем я? Ну, вот, и, собственно говоря, когда мы пошли, он меня, ну, я ему позвонил, а говорю, сколько брать? Он говорит, бери два. А у меня тогда денег было, собственно говоря, хватило на Жигулевское пиво и на Лосьон Огни Москвы. Я помню, я доехал, ну, правда же. Слушай, вот такого Лосьона я не помню. Огуречный помню. Огуречный тоже. Шипр там, тройной, да. Ребята, Лосьона Огни Москвы. Что вы мне говорите? На Невском я, собственно говоря. У нас как-то была уже передача, да, что мы вот такие напитки обсуждаем. Ну, я не педалирую этими напитками. Чем мы брызгались тогда, скажем так. У меня денег было, вот, я сказал человеку два. Заказал, как бы сейчас два, ну, два. Жигулевское. Со мной еще такой Валерка был, ну, не Валерка, не важно. Боярышника не было же тогда. Нет. Не было. Я в восемьдесят, ребята, восемьдесят третий год. Ну, можно я расскажу-то? Боярышник. О, какие мы все тут анонимные алкоголики, блин. В доме на горе было, Гореша? Нет. Не было? Не довелось. Витька тебя в этот лохотрон не отправлял? Нет. А, я удосужился. Олегу Горкуше обещал рассказать завтра о том, как я побывал на этом долбанном доме на горе. Но это отдельная история, это было попозже. А, ну, так вот, еще я, собственно говоря, звоню там, ему там добрался я на троллейбусе, звоню, открывает такой лысый, лысый такой хлопец в этой, как в красной такой майке, унитазная цепь, вот эти вот красивенькие такие вот эти, ну, вот эти кругляшки, вот эти вот. А у меня там вообще волосы были, тут какой-то пробел, там, классно выглядел. Ну, все, вот он говорит, вот, вот, я говорю, ну, два-два. Ну, и он начал меня знакомить, первый, с кем он меня познакомил, это Леша Сумароков, это я по поводу перекрикивать усилителей. Группа НЧВЧ, вообще, да будет вам известно, я бессменный вокалист группа НЧВЧ. Фига себе. То есть, Борю Вильчика тоже знаешь? Нет, я его не знаю, я говорю о 83-м годе, там был Леша Сумароков, там тогда еще приходил Сирия, ну, он умер, и Коля Фавиль. Они оба умерли, ниже прочим. Ну, я знаю, Андрюша тоже отчаял. Я знаю, да я в курсе. Мне, когда полнолуние, очень много информации приходит. Ну, у меня же второе имя, ну, как у северо-американских индейцев, Ник Рок-н-Ролл. Ну, естественно, я, в курсе всего, и как это происходит, и что это происходит, и так далее. Ну, мы об этом говорить не будем. Это не научно-популярная передача, это... Это отдельная тема. Это однажды в рок-клубе, да, Робинштейна 13, кстати. А вот, и, собственно говоря, вторым человеком, с кем он меня познакомил, это был Котельников, он его тогда называл недоступной почему-то. Котелок, мы его называли. Нет, но он тогда называл его недоступной, это в 1983 году. Вот, а потом он меня познакомил с Юфой. Женькой. Да, да. А потом я попал к нему на репетицию, у него тогда еще Ослик, он еще в армию не пошел, Дима, Пшишляков. Вот. Он же Парфедов. И я там экспром, там как начал выдавать, там, какие-то что-то там про Хиросиму, про Нагасаки, причем такой у меня рычащий голос, ну, такой, звонко-рычащий, ну, кричащий, я вообще любил крикливую музыку свою, своей, как принято называть, юности. И вот Свинья говорит, после того, ты же хотел Хиросиму металлическую группу, вот, пожалуйста. Ну, это я так. Ну, вот, какие вопросы, Юнги. Круто. Я предлагаю уйти на небольшую музыкальную паузу. Мы, может, скажем, что концерт завтра. И не забывайте, пожалуйста, мы об этом еще скажем, конечно. И не забывайте, пожалуйста, что со мной рядом находится Ваня Боженицкий, который не просто так, не просто гитара-бас. Конечно. С Ваней Боженицким мы сейчас тоже общаемся. Он закончил философский факультет. Сейчас мы поговорим и по-философски. Первую композицию, которую мы сегодня будем слушать, «Город на крови». Да, «Город на крови». «Город на крови». Что за песня, как она появилась? Это из нашего альбома «Половину 13-го». Эта песня была записана у Вани на квартире в городе Екатеринбурге под его чутким моральным руководством. Ну что же, «Никро-контролл», «Город на крови». Слушаем. «Город на крови». «Город на крови», «Город на крови» В двух поворотнях города крови Вдруг взбунтовались ржавые бритвы На ноги подняты под разделенья Город попал в черту разделенья я В одной половине государство доктрина Решетки и тюрьмы, винтовки, дубины И сварены в кучу ржавые бритвы В другой половине города крови И нет подворотен, есть магазины И нет подворотен, есть магазины И нет подворотен, есть магазины Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Ник Рок-н-ролл и Иван Боженицкий, которые приехали провести в этом городе замечательный концерт, который состоится завтра в парт-центре Горкундель. Ритуал. Да. Не концерт, а ритуал. В 19, да? Или в 20? В 20.00. В 20.00, отлично. С нами играет еще такая группа «Акустический лес». Ну, когда-то они подавали надежды... Ну, я говорю о своем ареале. Потом перестали подавать? Нет, нет, я же не так говорил. Ты говоришь, когда-то подавали... Да, когда-то подавали надежды быть очень крутой нео-нью-вейв-группой. Смотрим, как они сейчас выглядят. Замечательно. Что выступаешь ты с группой «Третьей души». Да, конечно. Вот у нас как раз представитель этой команды Иван Боженицкий. Вот давайте передадим... Который даже писал... Ну, ты сейчас сам скажешь, что писал. Какой диплом у тебя был? Иван, давай начнем с того, что... Несколько слов о группе «Третьей души». Что это такое? С чем это едят? И как эта группа стала работать с ником рок-н-роллом? Вот как она стала работать с ником рок-н-роллом, это, наверное, Коля сам расскажет. Он ведь любит эту историю, что это очень такая для Коляна история эмоциональная. Вот. Помнишь, что не материмся, да? Я пришел в группу... Я пришел в группу годика через два после того, как она начала свое собственное существование. Причем ребята меня звали. Мне как-то... Ну, мне на самом деле, мне очень всегда нравилось Коляна... Кольное выступление, Кольный текст. Мне совершенно не нравилась музыка. Я такой, не, не хочу, не хочу. В общем, в итоге они меня соблазнили и сказали, ну, у нас тут надо в Москву съездить. В этом самом... В московском дворце. Я говорю, хорошо, давайте на один концерт я поеду. Вот. И, собственно, вот пока что этот концерт продолжается. Лет, наверное, двадцать, да? То есть зацепило все-таки, да? Ну, я со временем начал понимать внутреннюю логику. Музыка же вещь такая, то есть непростая. Когда слушаешь это одно, когда ты начинаешь ее разбирать, выясняется, что там совершенно... Вот. И, собственно, так вот я здесь и остался. Ребята все из Екатеринбурга. Так ты остался здесь, ты в Питере живешь? Нет, я имею в виду здесь, я имею в виду в ансамбле, в группе. А, да, 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 все, я понял. Вот. И... Вот и с тех пор я здесь работаю. А Третьи Души, помимо Коли рок-н-ролла, сама что-то делает? Нет. То есть теперь... То есть сейчас непосредственно только с Коля рок-н-роллом. Ну, не только с Коля рок-н-роллом, у нас у каждого из участников есть еще музыкальный коллектив. А, ну это понятно, да. Да. А Третьи Души, это конкретно вот... То есть, как бы Коли такой же участник Третьи Души, как я. Да. Вот поэтому это вот коллективное творчество на текущий момент четырех человек. Нет, я, кстати, могу прекрасно тебя понять, потому что... Я когда с творчеством Николая Франц еще познакомился, я так немножко был тоже, ну, не совсем понял. Но когда он слышал аудио, да, но дело в том, что... Вот что Коля, что, например, взять группу Авиа, да, то есть вот это надо видеть действие, то есть то, что происходит. Надо видеть действие, это одно. То есть вот это такая энергетика. А если просто слушать аудио, можно не понять. Сейчас я еще раз, второй момент скажу. Когда ты находишься внутри этого, как бы, да, бывают разные концерты, разные коллективы, разные группы и так далее, или, ну, вот магия, она либо случается, либо она не случается. А если она случается, это уже становится больше, чем сумма энергии просто четырех людей, стоящих на сцене. Вот. Это просто колоссально, эта вот энергия умножается и уходит в зал, и зал возвращается к тебе обратно. Тоже умноженный, кстати. Да, да, совершенно согласен, да. Николай Францевич, человек, который эту энергию транслирует просто изумительно. И естественно, что это отражается на всех. Поэтому, вот поэтому я здесь. Что вы приготовили в этот свой приезд? Что завтра зрители увидят? Мы сыграем свои лучшие вещи, как только мы считаем, что лучшие, да. Мы сыграем пару новых вещей, вот. И, собственно, приступаем к записи новой пластинки. Здесь, в Питере? Нет, ну не здесь, конечно, в Екатеринбурге. Понял. Скорее всего, в Екатеринбурге. Мы, между прочим, кстати, пару лет назад с вами играли. Вот. Есть такой Женя Титов. Я многократно всем известный. Вот. И он создал проект. Называется ЧБ. Вот. Я сейчас назову. Возьму на себя смелость. Что там уже не в голове происходит, обозначить. Я думал, что такое ЧБ. Вписался я. Ну, ЧБ, ЧБ. Черное, что-нибудь черное и белое, думал я. Ну, это же Стендаль, там, думаю, ладно. Там, правда, красное и черное, ну, неважно. По типу этому. Вот. Оказывается, это Чикатило Бразерс. То есть, братья Чикатило. Называл он группу. Вот. Втроем, значит, мы играли. С офигенным гитаристом совершенно Володей. Володя сидит сейчас в подполье. Ничего не делает. Вот. Просто, ну, он в хорошем смысле. То есть, не в ругательном. Я его за это не виню. Он набычился на весь белый свет. Вот. Потрясающий уровень индивидуального технического мастерства. Он виртуоз высшего класса. Он круче многих, кого я знаю. То есть, ну, сейчас он самый крутой. Вот. Нет у меня аналогов, чтобы сравнить. У меня есть только видео. От которого у всех расширяются, значит, орбиты глаз. Вот он играл. Мы втроем играли. То есть, он сам поклонник тяжелой такой музыки. Экспериментальный, эклектичный. Вот. Но с Женей, как бы, играл такой, такой... Ну, мне нравилось то, что мы делали. Да. А я помню этот концерт. Да. Отличный концерт был. Да. Мне понравилось. Обалденно ваш коллектив. Спасибо большое. Обалденно. Во-первых, звук. Ну, естественно, Николай Францисович у нас. Такую энергетику. Там народу был, кстати, не миллиард человек, а там чуть меньше миллиарда. Поменьше миллиарда было, но были люди. Вот. И, несмотря ни на что... Было на чеке. Да. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Вот признак мастерства и волшебства. Вот история группы Полис, да. Они были заплеванные там, как в свое время Ираш, там, как в свое время много начинающих групп, которые потом прославились. Их, как бы, никто на них не ходил. Вот. Спасало положение только что Стюарта Кобланта. Папа был миллионер и помогал им там материально. Они так существовали. Вот. Но выступали они в каком-то пивном баре там. Вот. Было три человека. И они всего там в это время. Вот. И они выкладывались, вот как Коля рок-н-ролл. Вот так они выкладывались. На их счастье в один из дней туда пришел главный продюсер какой-то там звукозаписывающей компании чуть ли не A&M Records. Вот. И их заметил. И сказал, елки-палки, да вы же бриллиант я нашел там в каком-то захолустье типа. И вот потом мы все знаем Стинга, Полис и все прочее. То есть, когда, значит, человек, невзирая ни на что, на собственные хвори, на собственные переживания, на отсутствие публики, умеет, как бы, такое же количество энергии, такое же отдавать, невзирая ни на что. Вот. Вот это, так сказать, настоящая гениальность. Ты же все равно своим любимым делом занимаешься. Не важно, три человека в зале или один человек. А иначе, наверное, с музыкой завязывать и заниматься еще другими. Вот. Вот я про это и говорю. Вот я про это и говорю. Некоторые, некоторые, не удается им устоять на этом пути, они обламываются. Когда выходят, видят там полтора землекопа, и они начинают плохо все делать. Вот. А тут нет. Мы поэтому всегда говорим, что наша музыка не для всех. Наша музыка для каждого. Когда ты играешь для каждого, у тебя нет другого пути, кроме как складываться по полной. У вас все в порядке там. Со звуком, с нюансами, с мелизмами, с аранжировочными. Мне так понравилось, я обалдел. Вот. И это самое. В Гаркунделе тоже отличный звук. И там я два года работал просто там вместе с Олегом. Там школа была в Гаркунделе, моя барабанная. Вот. А вообще должны там всех... И народу там будет много, я хочу сказать. А такой вопрос. А почему выбрали именно Гаркундель? Личная симпатия к данному пространству. Я просто к чему? Там зал вроде сравнительно небольшой. Мы там были с Азой в электрической поставь. Я могу сказать то же, что я говорил тогда, когда мы были там, по-моему, год назад. Это лучшее, что я видел в городе на Неве. Это действительно настоящий арт-центр, где все настолько хорошо продумано, где все настолько сделано для людей. Естественно, я Олегу позвонил, вот, собственно говоря, вот так, 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 и мы договорились играть у него. Замечательно. Я напомню, что завтра в арт-центре Гаркундель, Ник, рок-н-ролл и группа «Триди души». И спецгости «Акустический рез». Да, все верно. И я предлагаю послушать одну композицию именно с командой «Триди души» «Священник». А, да, вот, да. У этой вещи «Священник» есть своя история. Это как раз 1994 год, когда в городе Тюмени я жил со второй своей супругой. И как-то так повелось, что я только приехал из Киева, у меня там была группа «Антифри». Я много пил, и приехали какие-то ребята на разбитом восходе, у меня эта очень ситуация купилась. Мой любимый мотоцикл. 350 км, вот. А почему-то именно меня начали спрашивать, где вписаться, там, где устроить на ночлег. У меня была только одна мысль, как бы с них поиметь водочки. Ну, я был петельным человеком. Ну, это нормальный. Вот, я пообещал с пьяну, я пообещал этим ребятам. Это был как раз Олег Румянцев, собственно говоря, с которым мы эту группу в итоге сделали. Я им с пьяну пообещал, я договорился там насчет концерта, там, все как полагается. В городе Тюмени был клубный, только начинался клубный бум, это 1994 год. Вот, и да, я буду краток, постараюсь быть кратком. Мы никуда не торопились. Сейчас ставится вещь священника, а это очень историческая, эпохальная вещь, в принципе, с этой вещью и начался коллектив Третьей Души. Вот, и я-то по пьяне-то, их устроил там Рок-Квадрат, такое место в Тюмени было, я их устроил там переночевать, они мне купили водки. Вот, ну, играл я в раба-бутылки, кто не играл. Подобные игры. Вот, и, собственно говоря, они приехали со своей группой, но это был ужас, когда я их посмотрел. А я уже все пообещал, что я буду в Екатеринбурге. Олег Румянцев тогда работал в Комсомольской, правда, Урал. Там, значит, у них был такой рок-центр Сфинкс. Уже все, уже, в принципе, уже, так сказать, машина рекламная запустилась. Репертуара никакого нет. Я, значит, Румянцеву сказал, ну, я говорю, я приеду, но мне нужен пансион, нужно где-то жить и что-то есть. Ну, все, нормально. Ну, и я их посмотрел и думаю, мама, а там был, там был ужас. Там было что-то, там было что-то. Все, что я люблю, это русский рок, да, там и Башлачев там был в исполнении этих ребят. Я думаю, мама, ну, я же пообещал, поехал на Декабристов на улицу, как сейчас помню. И когда я начал смотреть у Олега Румянцева, что же он слушает, а слушает он Битлз, ну, все, как я люблю, в кавычках. А вот слушает он Крим, любимая группа Аукцион. Я говорю, а ты вообще-то меня слышал? Он говорит, нет. Я смотрю, у него там разложены примочки всякие, лель там и так далее. Ну, я говорю, а у меня как раз была написана вот эта вещь, священник. И вот, вот фактически у него дома мы начали воять репертуар. Впоследствии, когда в 1995 году мы поехали в Москву на презентацию, все же взаимосвязано, виниловые пластинки Коба, покойный Мень, Наталья Гришищева, тогда она была режиссером передачи «Чертово колесо», была такая передача. Она говорит, знаешь, Гурев говорит, я их вообще не понимаю. А Наташа Гришищева сказала, ты знаешь, а вот они тебя понимают. Ну, вот священник мы слушаем. Слушаем песню «Священник». Первая вещь, которая появилась в недрах группы «Третья душа». Да, фактически сделала стиль, заложила стиль общего. Да, да. То есть, для ансамбля это была очень важная работа. Хочу курить. Хочу курить. Черт, я же тоже хочу курить. Я смотрю, тут вообще чувак. Нет, ну теперь не идиот. Нет, нет, это не важно. Вот какие-то 8% все-таки, правда? Ну, тут с юга на север. Бух. Столько городов вообще. Он чадит еще и другие впечатляют, которых даже нет. Вот, мне интересно. То есть, чувак что-то перемещается в пространстве. Теперь, теперь, поясняется, что в трех часах езды от Питера жили. Ну, то есть, фантастика. Ну, вот, в мае месяце с Коля-казаком. Сейчас никак все никак. Короче, ну, сподвигся как все. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Еще лет не виделись. Я в том году поехал. Поехал, я, как бы, вот сюда жила, но там, ну, что я там ходил. Ну, я, так, отвлеченный, говорю, что вот ходит там, по метро. Поехали, там все летали слабецкие, берега стекла. Ну, все равно. Ну, хорошо, хорошо. Или приедь. А мне, что-то время было, ну, вообще, я говорю, вот, приедь и уезжай. Ну, ночью. Ну, получилось так, что, как бы, я приехал. Ну, просто, я эти два дня вспомнил, как будто там год прожил. Просто вот такие вот, ну, не виделись миллион лет. И такая вот встреча, что, ну, просто обалдеть. А вот сидим там с Колей через день, с Виталиком через день, звоним все, рассказываем друг другу. Как бы, ну, не договоря, ну, потому что все там на концерте там. Мы не играем, не слушаем там, ну. И, ну, когда в Питер? Я не знал, ну, еще, ну, все, приезжай. Я вообще, ну, я встретился на вокзале, и, ну, Коля, ну, ну, Думаю, ну, за что вы не понимаете. Ну, просто, вот, хотя бы чуть-чуть поговорить. Мы снова в эфире, друзья. Напомню, что в студии сегодня я, ведущий Антон Шлейм, и соведущий Игорь Чередник, за пультом Макс Кемнов. У нас в гостях басист группы Третьей Души Иван Боженицкий. И наш главный гость, наш давний-давний друг. Все главные, все главные. Николай Францович Кунцевич, он женик рок-н-ролл. Вот я, представляешь, сейчас, пока мы выходили курить, я понял, когда Макс мне сказал привет тебе от Майкла и Сектора, и я начинаю офигевать от того, что это тот самый Макс ГДР, с которым мы даже умудрились в Москве два сета появились. Ну, вот видишь, да? Вот она, метафизика-то города на Неве. Николай, у меня такой вопрос. А ты помнишь самый первый свой концерт? Даже не так скажу. Самый первый свой выход на сцену? Конечно. Как это было? И где это было? Это было в городе Оренбурге, в летном училище. Вот я, как я уже говорил, мне было лет 15, наверное, на псевдоанглийском языке. А вот, ну, назовем так, спел песню. То есть, почему на псевдо? А потому что я не знал английский язык. Ты обракадабрый. Да, street, 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 street. You can, you're the need. Let overrun your summer. Все через это прошли. Я делал то же самое. Ну, видишь, как мы... Шкаф запирался. Отмечено. Нет, я конкретно в 1975 году вышел там, благо такой был завклубом летного училища, там мы могли играть и гражданские тоже. Угу. И вот такой Виталий Крем из города Оренбурга, он начал там какую-то тему выдавать, там на барабанах и прочее. А я встраивался. Я тогда это называл встраиваться. Ну, встраивался. Вот уже в Ленинграде случился НЧВЧ. Я встроился. Ну, импровиз чистый. Ну, конечно. Назовем это импровиза. А помнишь на Лиговке у нас, когда... Да, но это уже потом. Ну, это потом. Тоже был импровиз? Ну, импровизация. Нет. Ну, ты же задал мне вопрос, когда я первый раз вышел на сцену, так скажем. Да. На рок-сцену. Это было летное училище, где учился Юрий Гагарин, кстати. А я напротив этого летного училища жил в городе Оренбурге. Это было 1970. На стыке 74-го, на стыке 14-15 лет. Обалдеть, как давно это было. Да. Да. Слушай, городов звучит масса. Вот еще один. Основал в Тюмени межнорегиональный рок-центр «Белый кот». Ну, я не то, чтобы его основал учредитель Вадим Швец. Просто тогда было рок-кафе «Блэк Дог». Вот. А Швец пошел на эксперимент. Это мой начальник. Это учредитель рок-центра «Белый кот». Потом он назывался «Белый кот». Ну, вот. Ну, и сменили полярный знак. Ну, «Блэк Дог», тоско-зеленый в переводе с английского. Ну, если в контексте или заперли. Я имею в виду сленг. Вот. Да. Была команда. Да. Это был 1997 год. Потом все это вылилось в фестиваль «Сирин», фестиваль женского рок-вокала. Вот я только что хотел спросить. Да. Бобслей тогда были от Олега Гробко. Потом... Ну, я говорю о ваших земляках. Угу. Потом были... Ну, у Бобслей там вообще просто там слов нет. А... Потом был Женя Глюк. Угу. Угу. На одном из «Сиринов». Четыре «Сирина» было. Угу. Я говорю о ленинградских. То есть, как футболистка? Нашли снайперы, которые приехали, которых я признаю... Я хотел спросить. Я признаю только их двоих. Я признаю Свету Сурганову и Диану Арбенину вот именно тогда, когда... Для меня вот это и есть «Ночные снайперы». Когда тогда начал Сергей Гурев, вот, соавтор этого фестиваля женского рок-вокала, хныкать. Говорит, давай возьмем «Ночных снайперов». Я говорю, это был 98-й год. Это было 2-е, 3-е, 4-е, 5-е декабря. Первый фестиваль, собственно говоря, женского рок-вокала. Вот. Ну, я говорю, у меня уже под завязку все. Ну, давай. Света Лосева привезла, в общем-то, этих двух девчонок. Она директор была. Сначала выступала Чечерина, да. А потом после них вот выступали они «Гитара и скрипка». Они были в белом. Даже есть где-то видеозапись вот этого всего. Без электричества? Без электричества, абсолютно. Вот. Электричество потом уже было. Там Потапкин, по-моему, Альберт у них начал играть. Ну, это было уже в Москве, это было, ну, потом. Ну, они... Сережа Сандовский у них тогда на барабанах играл. Они, конечно, тогда просто отличились. Сначала Чечерина, а потом эти две девчонки, которые вышли с гитарой и со скрипкой. И, конечно, это был фурор. Учитывая, что в зале были как раз те люди, которые были весьма неподготовлены к подобному мероприятию. Вот, да. Баб Слеи следующие были. Ну, вообще, ленинградцы, петербуржцы. Конечно, ну, скажем так, это... Отличалась сцена петербуржская, скажем, от других сцен. А там было и из Москвы, и из Рязани. Инна Желанная, я смотрю. Да, Инна Желанная была. Оля Олефьева была. Ну, это сильно. Наталья Медведева. Наташа Медведева. У меня была дилемма по поводу Наташи Медведевой. Это, конечно, что-то тоже. Я был в это время в Москве. У нас появились люди, которые, ну, инвестировали. Ну, скажем, инвестировали. Деньги давали на фестиваль. Мне звонит Света. Говорит, слушай, я уже пригласил Наташу Медведеву. Мы подружились с ней. Она тоже ваша, из Петербурга, насколько я знаю. Вот, мы подружились, и я пригласил ее на серию. Вот. Забегая вперед, могу сказать, она единственный артист России, как ее там. Вот. Которая получила... Я не понтуюсь. Вот. Я, правда, не понимаю, где я живу. Которую все, по-моему. Ну, это нормально. Вот. Живу в своем параллельном мире. Я Наташа Медведева. Я горжусь темой. Заявляю совершенно четко. Сережа Боров жив. Я, насколько знаю, на Валдае. Он, если его слышит, он подтвердит. Она единственный человек из России. Из новой этой. Которая получила гонорар тысячу долларов. И, собственно говоря, это случилось на серии. И жила в очень классной гостинице. Мне был звонок в Москву. Звонила Света. Говорит, слушай, говорит, Коля. Ну, я так понял, мы с этой Светой знакомы. Потом выяснилось. Это мама Пелагеи. Это был 2003, по-моему, год или второй. Я могу путать. То ли 2002, то ли 2003, когда Наташа Медведева была. Вот. А она говорит, слушай, говорит, о Пелагее скоро все заговорят. Ты можешь ее взять на фестиваль? Я говорю, блин, Свет, ну вот честно, бюджета нет. Я звоню Вадиму Швецову. Ну, учредитель мой, собственно говоря, директор. Говорю, Вадик, вот так, так и так. Вот что делать будем? Вот. Говорит, Пелагея, ну, не знаю. Ну, говорит, да, предложи им плоскарту. Ну. Нормально? Нет. Ну, вот. Хотя, если честно, я потом очень сожалел, что и Пелагея не было. Мы могли бы изыскать средства на купе, но это было бы очень проблемно и так далее. Ну, тем не менее, вот еще не отыграла Пелагея. Впоследствии меня с ней познакомила Гайя, вот, это дети Пикассо. У меня же были ежегодные дни рождения в Москве и до сих пор они продолжаются. Ну, это уже другая история. Поэтому рок-центр-то, в принципе, делал не я один, а делали команда. И, кстати, если мы говорим сейчас о Трите Души, я считаю, что это, наверное, максимальное приближение к рок-театру, к таковым, какой он, в общем, должен быть, то нет тут главных людей, тут каждый человек на своем месте. У меня есть девушка, зовут ее Людмила, она живет сейчас в Симферополе, она 25 лет прожила в ЮАР. Вот, она слушает совершенно другую музыку, она из эмигрантов, она, это она, Людмила Рудок. Так вот, когда она увидела Трите Души, она говорит, знаешь, говорит, ну, она была в секьюрити там у Юби Фоти, она видовидовала, она знает, она любит импортную музыку. Вот, говорит, ты знаешь, говорит, вот я, говорит, это случилось на дне рождения в Москве, как раз ребята приезжали. Вот, ты знаешь, говорит, вот они делают каждый половой акт. И вот им, как мужчинам, я верю, как женщинам. Вот так это, наверное, выглядит. Мы не знаем, что будет завтра. Я считаю, что мы собрались, мы так случайно просто так не собираемся. У нас нет бюджета, у нас нет инвесторов, у нас есть человек, который нам помог. Вот он сидит в студии, таких людей единицы, который проникся и сделал это от души. Я об этом, я не об инвесторах. Я понимаю. Вот, смог это сделать, встретил именно достойно. Вот, у меня Петербург, если говорить, он начался с Юры Никонова сегодня. Если уж говорить о человеческом. Мы не знаем, что будет завтра, но я точно знаю, что я увижу людей, которых не видел 30 лет. Я знаю точно, что я увижу, а она была у меня уже в гостях. Вы все прекрасно тут знаете мое взаимоотношение с Андреем Пановым. Так вот, завтра на концерте будет Катя Панова и его дочь, которая, кстати, учится в Институте культуры. Тоже пошла по этим стопам на режиссера массовых праздников или как-то сейчас по-другому вызову. Там будет героиня песни «Дежурный по небу» Ева Хмель, которую я не видел 33 года. То есть, мне кажется, завтра будет очень хорошая свара. А дальше мы уедем и когда приедем, кто его знает. Ну, у тебя всегда бомба была хорошо на концертах? Ну, я всегда волнуюсь. Не у меня, а у нас. Да, кстати, вот я хотел спросить. Столько лет на сцене. Некоторые люди выходят, они так... Боже, никакого волнения. Отработал, да и бог с ним, да? А у тебя волнение все равно... Ты говоришь сейчас о рок-артистах, ты говоришь сейчас о музыкантах. Да, вообще обо всех музыкантах. Не хочу умалять, собственно, достоинства музыкантов. Вот, но я же не музыкант. Для меня это, ну... Для меня это ритуал, для меня это нырок. Для меня это раздвинуть контуры. Для меня это бесконечная любовь к тому продростку. Я не понтуюсь и повторюсь. Диагноз на вас не отрабатываю. Он никакого отношения к Питер Пену не имеет, этот подросток. А уж к маленькому принцу тем более. Который, собственно говоря, живет во мне. Ну, и во всех нас здесь присутствующих. Вот. То есть говорить о себе... Наверное, my name is a young man in my heart. Можно так сказать. Я хочу что-то дополнить. Коля правильно сказал, что мы сами не знаем, что завтра будет. А невозможно подготовиться ко встрече с неизвестным. Когда ты готовишься, когда ты знаешь, что тебя ждет неизвестное, ты не можешь не волноваться. Угу. Там отличный аппарат, это раз. А с Гарри Поттером никаких ассоциаций? Нет, с Гарри Поттером тоже никаких ассоциаций. У меня ассоциация с Колей Кунцевичем, учеником седьмого Б-класса, который кривляет перед зеркалом. Тогда он еще не знал, что зеркало – это портал. Тогда он еще не знал, что такое метафизика. Тогда, когда он говорил, я хочу быть великим, я хочу быть участником ансамбля, он не понимал, этот Коля Кунцевич, ученик седьмого Б-класса или шестого Б-класса, так вернее будет сказано. Правильно не будет сказано. Ученик шестого Б-класса средней школы номер 51 города Оренбурга, что там-то все исполняется точь-в-точь, потому что зеркало – это портал. Круто. А расскажет нам Николай Францевич Кунцевич, как он докатился до жизни такой, что является председателем жюри международного конкурса «The Global Battle of the Bands». Да, совершенно верно. Этот конкурс появился в Англии в пику Евровидению. Как раз в Москве было живое первое выступление группы ХЗ. тогда они наконец-то решили в реале все это отыграть. Вот. И, собственно говоря, такой Леша Коблов знакомит меня с Наташей Жижиной, которая была директором этого конкурса в России, в Москве. «The Global Battle of the Bands». А поскольку у меня прекрасные складывались взаимоотношения с арт-директорами клубов Москвы. Вот. А самый понтовый клуб был тогда «Б-2». И Андрей Александров там арт-директор этого клуба. Ну, мы с Наташей Жижиной с этой договорились, что мы пойдем, так сказать. А ей нужно было срочно провести вот этот конкурс. Угу. Вот. И, собственно говоря, это был 2004 год. Мы пошли в клуб. Андрей был на своем рабочем месте. Я говорю, Андрей, вот так, вот так, вот так, вот это Наталья Жижина, она тебе скажет, что она хочет. Андрею предложение понравилось. И он попросил только... Ну, там же условия конкурса 25 долларов с каждого человека. На эти деньги людей увозили в Англию, в Лондон. И там уже был, собственно говоря, финал. Нет, все по-серьезски. Это по-божески, собственно. Вот. Нет, нет, нормально. Ну, и единственное, Андрей Александров тогда попросил. Была такая группа «Сальвадор» в городе Москве. Ребята из Ярославля. Ой, из Владимира. Такая интересная группа. Вот это... Вот он попросил вот их вне конкурса поставить. И он дал нам зал. То есть для Наташи Жижиной найти этот зал. Было, ну, в Москве найти зал за две недели, в общем-то. Ну, вот, собственно говоря, я набрал жюри. Прибыл в жюри тогда в том составе был Боря Барабанов. Потом Саша Плющев. Тогда была такая передача «Аргентум». Потом след клуба Наташа Буданова, да. А вот я тоже, я был у него на передаче раз четыре, наверное, в «Аргентум». На «Эхо Москвы». Да. А вот были еще люди. Ну, то есть он три раза прошел этот фестиваль. Два раза он проходил в Б2. Ну, потом Наташа Жижина, меня же даже там подкупали. Там реально везли в Лондон. Там реально с «Альвадор» взяли седьмое место. А вот «Лайф энд Джо» — это вторая группа. Там после этой поездки Наташа Жижина сказала всех музыкантов надо расстреливать. Ну, там они подвели ее очень сильно. Вот. И, собственно говоря, уже третий она сделала в «Сэкстоне». Потому что там начали просить, чтобы был другой менеджмент. Чтобы были реальные российские группы. Меня там начали подкупать. С Наташей мы ни о чем не договорились. История прервалась за «The Global Battle of the Bands». Эти конкурсы проходили в Украине, по-моему. И еще в каких-то, ну, в этих, как вам сказать, республиках бывших. А как относишься к тому, что ты номинатор, эксперт всероссийского проекта «Культурный герой XXI века»? Да, я хорошо к этому отношусь. Это галерея Марата Гельмана «Культурный герой XXI века» в Ленинграде. В Петербурге теперь уже, вернее. Тоже был этот фестиваль по четырех номинациям. Он назывался здесь, если я не ошибаюсь, «Неофициальная столица». Вот. Это тоже галерея Марата Гельмана проводила «Культурный герой XXI века». Я был номинатором в городе Тюмени по рок-номинации. Там были четыре номинации. Это «Музыка», «Театр», «Живопись», «Поэзия», «Литература». То есть «Неофициальная культура на деньги» Сергея Кириенко, когда он был премьер-министром Новой России. Очень классно. 64 города. Вот этот вот фестиваль «Неофициальной культуры». Нам, номинатором, платили деньги. И мне, как эксперту, тоже платили деньги. Штаб-квартира был на Цветном бульваре. Штаб-квартира Марата Гельмана. Я, во-первых, получил и деньги, которые я не отрицаю, естественно. Только дурак их может отрицать. Получил деньги за свою работу. И, собственно говоря, благодаря... Гала-концерт был в Москве. Группа «Атом» выехала, в общем-то, в Москву. Ну, и так далее, и тому подобное. Еще можно... Это мой профиль. Я вообще организатор, да. Я организатор, это мой профиль. И когда мне платили деньги за работу, которую я могу и умею делать, это всегда приятно и хорошо. Я согласен с Летовой полностью. Продолжаем знакомить наших радиослушателей, те, которые не знакомы с творчеством «Ника рок-н-ролла». И для тех, кто знаком с его творчеством, будет вдвойне все это приятно слышать. «Звезды в ладонях твоих». Это... Да. Это, собственно говоря, эта песня появилась совершенно недавно. Мы с Азатом Азо пишем новый альбом, куда войдет, собственно говоря, и группа «Третьи души». «Звезды в ладонях твоих» вообще-то называется «Элар». Такая вещь. Это вещь-посвящение девушке моей мечты. Замечательно. Это вот самое свежее. Слушаем. Да, Макс. Следующая встреча. Жена, да? Жена, да? Макс? Не бывает ничего случайного, Коля. Случайного ничего не бывает. Жена, да? Оно как механик раскрутился. Вот это Макс-встречка, да? Бывает. Бывает. Ну, тут сегодня много чего пересеклось. Я, правда, очень рад, что он сказал. Да, я так рад. О немномайке всегда было написано «БДР». И мы даже фильм засветились. В окружении. Снимание где-то. «Бэ-2» это снималось. «Бэ-2» это снималось. Может быть, может быть, да. Оу-у-у-у. Оу-у-у. Оу-у-у. А знаешь, как вот этот преследователь на колодочках оказался, да? Да, да. Угу. Ну, мы же с Майкломом Ревисектором как раз, это, вы по Ревисектору, Майкл сейчас в этом послал. Ну, сидел на бордюре товарища Макса. Он так вот болтал на ножку. Да ладно, дело прошлое. Как ты, Макс? Вот ты кто. Дело прошлое. дело прошлое, я тебя люблю, я тебе это и говорю у меня просто мурашки похожи и как? это из-за шутки из-за вирте серьезно я думаю, ничего вы скучали не делаете это правда чички нарушу и так мне хочется ее может я там не вернулся я там не вернулся я там не вернулся знаешь, что ты хочешь ой, привет от нашего ЖЭКа начальник ЖЭКа о, да, да, да скажешь? ЖЭКа? Час? ну вот а тут пишут а тут пишут 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 у меня там тоже вопрос пишут нах vais фейс аешь.. о-о-о, да?! там клипы, конечно У меня Душа сказали, что Бэррель Мэрсон просто курит в сторонке Не, ну, я веду, видеоряд Там такой, конечно, да Не, ну почему это? Урган Готиков А Мэрсон это... У него на другом фишке, что ли? Ну, я веду, что сама вот это... 20 секунд Наскарин Вон три центральные фигуры у него Элис Купер Вот три антигероя Пошли Авторская программа Однажды в рок-клубе Только ты Только я Но вместе мы сила В прямом эфире Радио Шок Радио Шок Ну, это ремикс Камусов Есть такая группа, которая, возможно, приедет в Петербург А тут действительно группа New Wave Новые волны Это войдется в альбом Название которого еще не придумано Все Ну, чувство, альбомчик будет хороший Да, хочу сказать, что к нам присоединился Евгений Быстревский Группа «Начальник Жека» Который был недавно у нас Да, передает тебе привет Спасибо Мы с ним провели здесь новогодний эфир А я видел Я же отслеживаю У меня пока еще есть старенький ноутбук Который мне подарил Андрюша Шляпер Передает тебе большой привет Ну, Женьке тоже привет Тем более он из Владивостока И мы с ним давно не виделись Еще вопрос из Омска Спасибо Из Омска пришел вопрос Говорит Ник Какую музыку вы слушаете Когда отдыхаете Для себя Для души А я давно не слушаю музыку Я смотрю российские сериалы Там все так интересно и хорошо Слушай, та же фигня Вот, е-мое Вот новость не смотрю А сериалы, да И музыку Ну, если говорить, скажем так О музыке, да Если вот говорить, например Там о том, что я иногда слушаю Да, там Ну Вот Меня Ну, это опять же все зависит от того В какой-то волне находишься Вот я Последнее время Нахожусь в волне Дэвида Тайбета Из небезызвестной Такой Формации Current 93 Угу Джо Бэланс Тоже Иногда Очень вот Нет-нет, да и поставлю А из наших? Ну, я так скажу Например, меня абсолютно Ну, наверное, уже Информация устарела Меня абсолютно Не раздражали Клипы Литл Биг Меня абсолютно Не раздражали Клипы Меня абсолютно Не раздражала Группа Но она не из Петербурга Насколько я знаю А это Шот Парис Угу Ну, по крайней мере Я могу это смотреть Я понимаю умом Да, Литл Биг По-моему, парень отсюда Ну, из этого города Из Петербурга Вот Я могу, например Там, если смотреть Литл Биг Да, допустим Клипы, да Ну, меня как-то Понятно, что Моя любимая Дуэты Швейцарии Ело Сделали Ну, это ж Ясная история Ведь она Родина рок-музыки Англия Родина рок-ролла Америка Мы все это знаем Ну, правда Родина Константина Алексеева Это Россия Вот это Меня очень сильно нравится Вот это вот Я что-то слушаю Что-то иногда Ну, я не погружаюсь А надо бы Я не погружаюсь в книги Я разбавляю свои мозги Вот этими сериалами Российскими Детективными В кавычках Ну, НТВ Если говорить Если говорить о кино Если говорить о кино При всем моем неприятии Вот этого парня Который от заката до рассвета Это не он От заката до рассвета Как его этот Ну, как его этого режиссера в очках Тарантино Тарантино Ненавижу А вот когда я посмотрел Однажды в Голливуде Я просто встал В трусах Ну, дома-то я в трусах хожу Вот И просто Расплакался И начал оплатить То есть стоит посмотреть Это лучшее, что я видел Я просто не ожидал А я все с духом собираюсь его посмотреть А я просто не ожидал Что человек На самом деле Вот у меня даже сейчас слезы Да Это такой Ну, это такой памятник Старому Голливуду Это такая Рассказанная история Где все живы Остались Где негодяи Наказаны Где есть нормальный Такой Ну, циничный Но хэппи энд Слушай, я наверное Посмотрю Об этой Шерон Тайт Ну, которую убили ребята Мэнсон Вот И там совершенно Вот такая история И Вот Этот фильм Раз уже Зашел разговор о кино Тут Уже вскользь мы упоминали Твой фильм Погружение Я, кстати, его смотрел Ну, фильм Ну, с твоим участием С твоим участием Да Я его тут смотрел целиком 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 И там Мама твоя, если я не ошибаюсь Там, так сказать Довольно много показано Нет Значит, это не то я смотрел Нет Это значит, это интервьюху какую-то я большую смотрел Да, скорее всего Ну, тогда не смотрел Вот И еще есть тут онлайн сериал Неподдельный рок И мой рок-н-ролл Был такой Нет, это мой рок-н-ролл Это паблик Ага Который ведет Азат Мухаммедов Что-то многое тебя с ним связывает Азат Ну, мы с ним познакомились в 98-м году Когда он был в настоящем, на мой взгляд, составе Чечерина Он гитаристом там был Вот Вот Для меня это настоящий состав Чечерина Вот И как-то подружились И как-то записали альбом В 2010-м году Чининные песни для белых камней Я, кстати, хотел спросить у тебя про Азата В том плане Что ты сейчас говоришь Что мы с ним сейчас пишем Да И опять же и группа Третьей Души будет участвовать Да Как-то ты решил объединить эти два проекта Азат вообще Не хочет, чтобы это все называлось не рок-н-ролл Аза Азат хочет, чтобы Там музыкантов очень много Там вот и Третьи Души будут В полном составе Там будет Игорь Негуч Это барабанщик группы Остров Крым И Воздухоплаватели Это офигенные группы Там будут еще музыканты Там будет Женя Борисенко Струнные Там он просто Азат собирает Ну забегая вперед Многих музыкантов Там очень многие принимают участие в этом А пишется это все в одном месте Или Азат всем этим заведует Голос я уже Так сказать С голосом я отстрелялся Вот Я могу сказать Что в истории моего парня Которого Называли раньше Коля рок-н-ролл А теперь он трансформирован В ник рок-н-ролл Да Это наверное будет самым музыкальным альбомом Вообще в моей истории Здорово Ну забегая вперед Судя по треку Который мы сейчас послушали Это действительно шикарно Ремикс Да, но он туда именно Как ремиксы входит По камусу Делается Еще одна история Мы же с тобой тут Вместе в одном проекте участие Если я не ошибаюсь Принимаем Именно памяти Славы Задырия Да Вот кстати Я там в трех песенках Заграл А Леша Сафронов Пользуюсь тем Что он наверняка нас слушает Хороший парень Хороший парень Хороший парень Так у него вот этот вот Серафим Который взял у меня интервью И я рассказал очень В Грузии живут У него тормоза Понимаешь У него вот этот вот менеджмент Вот тормоза Сколько уже простите меня Этот трибют должен уходить Они в Грузии сейчас находятся Да какая разница В Грузии они находятся Ну раз Во вторых я могу объяснить Я в пять утра встал Я объясню Приехал Кое-как я эту антиромантику Это блин нафиг То же самое было со мной Я два раза там был Три песни писал Лешка Сафронов Имей совесть блин Вот Уважай сам музыкант Я расскажу Расколюсь 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 Она сказала Что мне нужно 350 тысяч За эту историю И поэтому Проект встал А теперь она сказала Что мне хватит И 100 тысяч Проект пошел дальше Вот Теперь дописываются Досводятся Уже есть три готовые песни Вот Мне их прислали втихаря Вот И так сказать Ну Леша мне говорила Мне всегда казалось Что когда пишутся трибюты Тем более для таких людей А большинство Ну есть же масса И знакомых там бывших И так далее Которые абсолютно бесплатно Это сделают Аппетит приходит во время еды Вот когда я был директором Рок-центра Белый Кот Угадай С кем мне легко работалось А с кем мне очень плохо работалось Московские ленинградские артисты Ну С кем мне вот так вот было С ленинградскими С московскими С московскими да? А почему? А я же говорю Аппетит приходит во время еды Наверное это некорректно Говорить Я же так сторонний наблюдатель Вот эти вот терки Между Петербургом и Москвой Меня всегда очень сильно веселили Вот например Играл у меня ансамбль телевизор Вот ну там во-первых Их никто не помнит Нет ну все четко Я выбил деньги Кур мы уж доверительно общаемся Сама обстановка предрасполагает Скажем так Все отлично 500 долларов Самолет туда и обратно Девочки Секс А я еще тогда Миша Барзыкина Учись студент Что? Сдал Мишу Сдался по дороге Ну почему не сдался? Ханжи что ли какие? Ааа Почему здесь Я сейчас о другом Ну вот А в зале ну реально было мало К сожалению народу Это было не у меня В рок-центре Это было на смежной территории Извини пожалуйста В каком году? Я сейчас точно скажу В каком это году было Это был 2004 год Угу Угу Да вот То есть все нормально Все здорово Все замечательно И Миша говорит Что-то нам кажется не доплатили Угу Гонорар на месте Все на месте Все Все Ну что-то там Ну вот Выяснилось 20 рублей Нормально То же самое было с ночными снайперами К сожалению Ээээ К сожалению Опять же Ну дело в том что Там фестиваль был Когда вот Сирен, да? А у меня по понедельникам Рок-центр Я Свету Лусеву говорю Света Давай не будем мы ставить Ночные снайперы Ну все уже потратили деньги На фестиваль Поставили на ночных снайперов Кто-то даже пришел Вот Хотя после фестиваля Тем более в Тюмени это, ну, нонсенс. Вот. Ну, делать сразу же. А Света решила там проверку билетов устроить. Я говорю, Света, у нас здесь так не делается. Какая нафиг проверка билетов? Ну, вот это вот... Я с этим потом неоднократно сталкивался. Например, в клубе «Фишфабрик», когда просто тупо кинули. Ну, просто кинули и все. Ну, к сожалению, такому вот... Что, Кирилл Рейн, мой старый друг, способен на такие штуки? Слушай, ну, всякое. Не, ну, слушай, я сказал, как сказал, я ничего там не прибавил, не убавил. Это нормальное, совершенное явление. Аппетит приходит во время еды. Кто не грешен? Кстати, по поводу группы телевизор, тут была... Ну, я ничего, я хочу более того сказать, что группа телевизор, для меня это группа... Вот есть такое «Клаб тайм», например, для меня группа телевизор, это не стадионное что-то. А, это не стадионное? Но первые 45 минут, я бы так хотел держать зал, как он держит в своем апплуа. Вот про Мишу Барзекина и группу телевизор совершенно свежего времени, скажем так. Сорокалетие рок-клуба, значит, как он, квартирник Маргулиса на НТВ. А, ну я иногда смотрю, когда есть возможность. Да, мы там сыграли, странные игры там были, пикник там был, телевизор там был, в общем, еще кто-то был, ДДТ, Воря Гребенчуков спел сольно, вот. Я потом стал читать комментарии, там комментарии такие, телевизор просто супер, телевизор, то есть 10 комментариев про телевизор, один про БГ, 10 комментариев про телевизор, хвалебных, один про Алису и так далее, и так далее, и так далее. Из там трех тысяч комментариев и там лайков там миллиард, вот, я обнаружил про странные игры парочку, вот, остальное... Я не доверяю этим интернетовским комментариям. Да нет, ну ютубным, почему? Нет, там все было чуть в прямом эфире. Я о другом хочу сказать, у меня вот со странными, я вот, когда мы с тобой, Игорь, увиделись перед эфиром, да-да, я говорю, ну что, поговорим об эллом, да? Да. Вот для меня, например, первое мое знакомство, так сказать, на выезде с Ленинградским рок-клубом было в Риге. Было в Риге в 83-м году кафе «Аллегра». Там такой Ехимович, дай бог. Да, знаю его, естественно. Да, «Поезд ушел» тогда он назывался, потом был «Цемент». Там Кондратьев у них еще играл на барабанах. Я, конечно, честно говоря, я... Саша Кондратьев. Да, помню я его, да. Вот, честно говоря, я, конечно, опешил, по большому счету, что вообще от, так сказать, вот так вот, чтобы так вот по-русски так все выдать на самом деле. Это мое первое было... Они никогда были в фаворе. В 83-м году, да, странные игры. Вот, и, собственно говоря, собственно говоря, я побывал на концерте, наверное, на знаменитой концерте, где был Майк Науменко и Боря Грибничков, тоже в 83-м году. Вот, это аквариум. Конечно, я выбирал всегда аквариум, нежели чем зоопарк. Вот. И в 84-м году, ну, наверное, вот это было, наверное, самым ярким для меня в начале 80-х. Я побывал на дебюте группы кино. Вот это было незабываемое впечатление. А по большому счету, если мы говорим о Ленинградском рок-клубе, именно начало 80-х, там Алиса хорошо. Это аквариум, нет, 85-й. Это был такой Игорь Леонов, которого мне очень не хватает, я его вспоминаю. Мы в Америке с ним полгода прожили. Игорь Леонов, да? Да. Какой классный был человек, как мне его не хватает. Ты знаешь, что с ним случилось? Да, я, насколько знаю, у него пожар был в доме, ну, он сгорел. Ну, как я слышал. Полы лаком покрывал. Лаком даже так. В своей квартире. В огне погиб, в общем. И закуритель шел. Вот, 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 Все это, все это под саканом. Потрясающий человек, вот по поводу Алисы, это 85-й год, вот, а тогда же еще были фестивали альтернативными Ленинградскому рок-клубу, были такие группы Grand Cirque, как сейчас помню. Да, Леша Тополов. Ну, он сейчас офигенный звукорежиссер, офигенный. Я просто то время вспоминаю. И я не попал на дебютный концерт На дебютный концерт Алисы, я об этом. Вот Игорь Леонов идет, и говорит, жалко, Коля, тебя не было. Я говорю, ну, что скажешь, что это хоть такое? Нина Хаген. Я говорю о том времени, которое никогда не возвратится больше. К сожалению. И все осталось в нашей памяти, и мы воленцы-неволенцы, так или иначе, здесь присутствующие люди. И не только здесь присутствующие. Мы его можем только транслировать. Вот. Один человек, я такой, Женя Кочевник, он живет в Тюмени, я ему когда-то рассказывал, давно это было, рассказывал там о нашей встрече, там, трех встречах с Сашей Башлачевым, там, и далее, о Ленинградском рок-клубе, о том, как это изменило мне, ну, в какой-то степени и сознание, и отношение к, так сказать, музыкальному пространству, где можно и по-русски. Вот. Он говорит, знаешь, такое впечатление, что ты же у него столько прошел. Я говорю, знаешь, парень, я говорю, это история, это вот история, вот, это история, это история состоит, да, вот, соглашусь, вот она состоит вот из таких вот маленьких историй, люди юные, не юные, со своей любовью, со своим отношением, со своим братством, может быть, кто-то там приезжал, думал, что это братство, на самом деле, все было по-другому, да какая, собственно говоря, разница? Ну да. Ну, братство тоже встречалось. Попросил там, Миша Барзыкин в Тюмени 20 рублей, не попросил там, бог да с ним, вот. Я так подытоживаю, да, вот это вот, вот это вот, которую называют якобы козой, это не коза, это юнайт, это объединение. И пока ты дышишь своей историей, пока ты можешь ее как-то транслировать и рассказывать, пока ты, собственно говоря, можешь это делать, и не боишься, и не ссышь, я не замутелился, вот, ее рассказать и продолжить ее, сейчас не имеет никакого значения, что Ленинградский рок-клуб, это всего три группы, это зоопарк, аквариум и странные игры, в первую очередь, потом к ним присоединялось кино, потом присоединился ДДТ, потом присоединился АВИА, все разрасталось, были нормальные, ну, в смысле, удачные выступления, были неудачные у кого-то выступления. Еще Миша обязательно, Миша. Нет, ну, это все, да, это все оттуда, я не из того времени, я просто говорю, что историю ни в коем случае нельзя забывать, откуда ты. нельзя забывать, кто были первые твои зрители, ни тусовка, ни фанаты какие-то, все фанаты на футбольных полях. Я ничего против не имею, я хоккей больше люблю, особенно серию Канада-СССР. Вот, я вообще из Советского Союза. Ты мне сейчас напомнил, я вот, говорили о первых концертах, да, вот у меня когда был самый первый концерт в Челябинске. И уважение, да. Когда был самый первый концерт в Челябинске, это был ДК ЧМЗ, девяносто первый год, не дам соврать, и... Там же Монолит был, да, по-моему, рок-клуб такой, нет? Нет, это уже позже было, да. И я маму позвал на концерт, причем по тем временам зал где-то местный 500, ну, ДК стандарты, да, зал Биткон там ломится, мы двумя командами выступали. И домой-то я пришел, у мамы спрашиваю, мам, как концерт-то? Она говорит, я скажу тебе словами двух парней, которые выходили из зала передо мной. И тут, говорит, двое-таки в клепаных куртках, по тем временам это была диковинка в клепаных куртках. Ну, это, как раз металлист. Да, да, да. И один другого говорит, ну, как концерт? Ну, нифигу, вот так это. Вот была высшая оценка. Это на тему того, что надо помнить первых своих зрителей. Да, первых зрителей. Ну, а если об истории говорить, есть у Ника Рок-н-Ролла такая песня Аллах Акбар, она достаточно старенькая, если на память не изменяет. В 96-м году она появилась в жестокого похмелья, была такая женщина Татьяна Павловна Погорелова со Светловской киностудией, научно-популярное кино, я должен был там играть главную роль. Она нашла потрясающих инвесторов, потрясающий был человек, она, к сожалению, сейчас мертва, ее нет в живых. Это все автоматическое письмо было в 96-м году. Более того, я распространял такие телеги, когда мы ее в итоге записали, есть еще электронная версия, ну, неважно, в 97-м году. Вот, я сказал, что группа Третьей Души к тому времени уже было название, вот есть в Ургу, там в Диване учился, в Уральский государственный университет, там переход такой знаменитый был. Вот, и все поверили, я сказал о том, что эту песню мы презентуем обязательно в бункере Джохара Дудаева. Вот, Аллах Акбару. Песню с очень... Крутили по эхо Москвы, да, Ваня, ты хочешь что-то сказать? Я хотел бы добавить по поводу песни, это вот первый раз было, когда с нами работал Сергей Летов. Потом мы с ним работали еще, но это вот был первый-первый самолет. Альбом Падра. А это уже запись какого года? Вот, собственно говоря, это из альбома Падра. 2000-2001, да, получается? 2002 год. А, второй. Вышла пластинка, вышла в 2002 году. достаточно много времени прошло. В 2001 мы записывали, давай. Ну что ж, давайте послушаем. Аллах Акбар, не Кроконролл. Субтитры подогнал «Симон» 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 Возвращаемся в эфир, друзья. Напомню, что сегодня в гостях у передачи «Однажды в рок-клубе» Ник Рок-н-ролл и Иван Баженицкий, группа «Третьи души». В студии Антон Шлей, Игорь Чередник, Макс Тимнов. Кстати, чуть не забыл, было бы стыдно забыть-то. Мы позавчера праздновали день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, а вчера мы праздновали не менее знаковую дату, 82 года дяди Миши. Да, дяди Миши. Да, так что мы, дяди Миша, мы тебя поздравляем. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. В наше время только это и остается. Не, ну он крепыш. Бросай курить, дяди Миша. Беломор особенный. А что, он еще курит, да? Он был у меня на... Поскольку станции уже тоже нет, можно называть, на радиоимеджин был в гостях. Вот. И так смолил там. Все время отпрашивался. Нет, ну раньше... Нет, я помню, когда он с трубочкой ходил. По-моему, Беломор. Беломор. Ну, да, я хотел... А, кстати, мы с тобой, Ник, и познакомились при присутствии дяди Миши. Мы тогда репетировали на Васильевском острове, на А1 на студии. Вот. И как раз вы там тоже репетировали. Вот. Я не помню, с кем ты там был из музыкантов. С АУ, с кем же я был. А, точно, точно. С Андреем Черновым, Вепрычем и Мишкой. Да. Мы как раз сидели с дядей Мишей, курили, и вы выходите. Ну, мы это самое вскользь, опять-таки, сказали про фильм. Хочется же узнать. Я же тоже, как бы, всякие фильмы, и там и взломчик я снимался, и где только так. Это мне интересен процесс этот вот. Если бы не был музыкантом, я бы был связан с кино. О фильме «Погружение», да? Да, конечно. Что это за кино? Ну, это вообще, вопреки всему этот фильм, там четыре группы. Минуем. Это «Дети Пикассо», вот, потом ПТВП, «Потом Сальвадор» и «Босхо», забыл, «Босхо», инструментальная группа. Вот, Юля Панасенко, она закончила в ГИК, и, собственно говоря, подала заявку на фильм в описании этого фильма четыре группы в России, минуя радиоротацию, собирают свою публику, имеют свою публику. Ну, таких заявок было очень много. Они мне предложили быть там своего рода Вергилием, то есть я там по сценарию искал группу, которая покорила мое сердце там. Так. Нашел? Возвращение к самому себе, это тоже интересно. Не знаю. Вот, я о фильме. Вот, через год звонит Юля Панасенко, говорит, ура, им дали деньги. Им дали деньги на этот фильм, это был 2008 год. Написано «Девятый», вот врут все. Нет, нет, «Девятый» он вышел. А, да, да, да. То есть, а съемки были где-то еще полгода, год полу. Вот, дали деньги, 500 тысяч рублей, вот, и это была победа, потому что обычно таких заявок очень много, а это 2008 год, вот, и тут бах, кризис был. Вот, и дали деньги на съемки подобного фильма. Вот, она нашла Юлию Галочкину, это оператор, они приезжали ко мне домой во Фимьино, вот, мы очень классно пообщались, более того, они, финал фильма, этот вот парень из «Койл», как его, ну, электронщик, ну, группа «Койл», вот этот вот парень, который делал там музыку, всякую подложку, ну, он вместе с Джон Балансом работал, они вышли на него и спросили разрешения использовать его музыку в этом фильме, ну, собственно говоря, вот фильм «Погружение», где я сыграл там, где этот фильм сейчас можно увидеть? В сети его можно увидеть. Это в Ютьюбе лежит спокойненько. В Ютьюбе набираешь. Это я для наших радиослушателей. На трекере можно, на любом. Ну, всего найти, можно вот, так сказать. Можно завтра и дойти до Гаркунделя, в принципе. Не так часто мы старики тут бываем. Дойдем, дойдем, все дойдут. повидаться хоть, а то все на похоронах. Десятая советская. Да, не говори. Я виртуально, потому что я смотрю, что происходит. Скольких людей я уже не увижу. Я вот, например, об Андрее Антонове. Этот человек, во-первых, поучаствовал в моей жизни, потому что вот Ваня это помнит. Один человек, ну, заикнулся о концерте, потом он слился, я не буду называть имя, фамилию этого человека. А это было дело в Симферополе. Я звоню Джоржу Гуницкому, говорю, так и так, у нас в мае, собственно говоря, в клубе сердце концерт Аза Айди, ритмсекция Третья душа, ну, был у нас такой проект и Аза. Я Джоржу говорю Гуницкому, говорю, Джорж, так и так, человек слился, что делать, денег нет, а как-то уже заявлено вроде все, уже все договаривалось, и он говорит, я тебя свяжу с Андреем Антоновым. Ты ему все вот это сейчас скажи, и все будет нормально. Вот я тогда не знаю человека, там была Людмила Рудок, а она впоследствии стала директором фестиваля независимой рок-музыки «Форма жизни», который прошел в Крыму. И вот как-то мы с ним по телефону все решили, он ребятам отослал деньги, ну, Ване Боженицкому, Диме Дуракову мне отослал деньги, ну, чтобы приехать. И вообще, то есть... А масса кому помогал? Я тут отлежал... Всем помогал. Я отлежал с инфарктом здесь, в Александровской больнице. Вот. Я даже маму не предупредил, уехал в Петербург с таким Васей, он депутат ЛДПР, он меня вывез за пределы Афимина, и я должен был вернуться. А Таня, вот Костякова, это мой старинный друг, завтра я ее увижу, это все случилось у нее дома. У меня инфаркт был, первый раз в жизни. Вот. То есть, там ему вызвали скорую помощь от Александровской, Александровская больница, а у меня маму не с кем оставить. Люда позвонила Андрюше, Андрюша высылает ей деньги, она из Симферополя прилетает в этот же день, как Люда говорила, мама даже испугаться не успела. А форму жизни, когда он отправил Титю, я его очень давно Титю знаю, очень давно знаю. Все мы его знаем. Да, Женьку я знаю очень давно. Вот, пожалуйста, это же Андрюша, собственно говоря, отрядил группу из Петербурга. Биржевая 12, для меня что-то было, я приезжаю в город, не так часто я здесь бываю, я всегда знал, что я приеду на Биржевую 12, вижу командора, мы с ним до последнего общались, он очень много лестного сказал о Трите Души, вот, очень много лестного сказал, более того, насколько я знаю, он уже забронировал столик, и вот я узнаю эту новость. Ну, я не знаю, как Биржевая 12 сейчас будет без него, но как-то вот даже мы когда приехали на поминки, вот, нет, Андрей, уже как-то пусто, и все. Это хорошо и плохо, потому что команда решает все, я человек команды, вот я, исходя из рок-центра Белый Кот, вот который был, это очень плохо, когда все ассоциируется только с одним человеком, когда нет команды, это трагедия. А Белый Кот, кстати, он еще как-то существует? Она в истории, нет, это все осталось в истории, да, это все осталось в истории. Ну, будем надеяться, что сердце, там, биржевая 12, все-таки еще будет жить. депутаты города Петербурга, которые, как я понимаю, принимали какое-то, может быть, участие, я не знаю, подробности. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что городу Петербургу очень будет нужно предприятие, где происходят чудесные вещи, не только рок-концерты, а работа с теми, кого они называют молодежью. Я надеюсь, что не все куплено, я надеюсь, что Мамона не победил, я надеюсь, что в истинный храм войдут люди, а Иисус говорил о храме Сердец, прежде всего, а не вот об этих космических кораблях. Я, конечно, понимаю, что боги были астронавтами, но это уже другая история, это история, которую очень чудесно рассказал Эрик фон Деникена. Я на полном серьезе считаю, что мы не с этой планеты, что наши предки из других планет и в этом отношении я посоветую вашим радиоослушателям почитать чудесную книгу, Александра Казанцева Фаэта, где очень все четко, весь расклад по поводу планеты, где хомо сапиенс является жестким атовизмом, понимаешь, все, в общем-то, там описано. А на тему депутатов опять я так скажу, уже вот... Ну, я общался просто с вашими депутатами, 7 марта каждого года, уже лет так 12, звучит фраза по телевидению. Решается вопрос о мемориальной вывеске на Рубинштейна 13. И вот этот вопрос решается 12 лет. И каждый год там я вот... Сейчас этим занимается Владимир Рикшан. Вот, вот, кстати, ему огромное спасибо. Человек, который вот создал музей рок-музыки, тоже вот на полном своем энтузиазизме. Насколько я знаю, на Дворцовой какой-то там юбилей Ленинградского рок-клуба было очень все шикарно. Я скажу, что вы не одиноки. В Екатеринбурге та же самая история с мемориальной доской на ДКОВД на Волгарского, где был Свердловский рок-клуб. Вот, один в один все то же самое. Я вот на тему 40-летия... Но скверта вы отстояли. Я могу сказать так, да, концерт был, в принципе, шикарный, да, но сцену поставили в пятницу. Концерт был в воскресенье. Два дня сцена стояла просто. На ней никто не играл. На Дворцовой площади. Вот я тогда сказал Коле Михайлову, блин, дайте молодым командам-то поиграть, ну, хотя бы в субботу. Но стоит аппарат, ну, простаивает, е-мое. Никому нафиг вот мне тут было не надо. Ну, это внутренние нюансы, детали. Мне это... Ну, не суть, короче. Поэтому как бы... Не близко. Ладно, это все частности. Продолжаем. дальше слушать музыку. Песня «Сердцу не жить». Несколько слов. Да, «Сердцу не жить». Как ее, Ваня, вы еще называете? 6 восьмых или 7 восьмых? Мы ее называем «Сердцу не жить». С ней история такая, значит, что когда мы записывали половину тринадцатого, по... Как-то получилось так? Я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу. Что это самое? Ты правду говори, как получилось. Деньги уже заплачены, студия готова. А Коля запил. А Коля запил. И песен новых нет. И что писать непонятно, а писать надо... И я пригласил проститутку к Ване. Как бы сейчас назвали бы триггерство. Это триггерство в чистом виде было. Я пригласил к Ване домой в Женицкому проститутку. Вот. Но мне же надо было как-то испугаться. но сейчас это называется триггерство. У меня психологии в ВУЗе пять было. Я сознательно, Ваня, каюсь. Я знаю, я знаю. Значит, украл у проститутки полторы тысячи. Проститутка начала говорить у меня он украл. Ну, Ваня, Ваня, отказался... Она была в экстазе. Вот. Слушай, дальше-то. Дальше... А я молчу. Мне стыдно. Я взял полторы тысячи у труженицы. А она, то есть, как бы звонит охранникам, нам сейчас сюда приедут, нас, значит... Не, ну, это ты, Ваня, уже зря. Она меня... Она сказала... Нет, Ваня, вот ты не надо. Мне-то так сказал. Не надо так сказал. Так и было. Нет, так и не было. Тебе так хорошо с полторы тысячи в кармане. Она сказала... Эта девушка-проститутка сказала, ты здесь не должен находиться. Здесь гондоны. Ну, это же я не заматерился. Нет, 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 нормально. Я молчу. Мне стыдно. Вот. Олег Румянцев приехал, чтобы я собрал вещи. Мы поехали к этой проститутке домой. Потом я повинился. Мне стало очень стыдно. Я расплакнулся. Нет, правда. И я со страху... Ну, правда. Серьезно. Музыка была ими написана. Все четко. Коврига дал деньги. Все. Деньги в тот момент не были пропиты. Все. Студия заряжена. АВМ-юзик. Саша Старцев такой чудесный человек. Он там записывал смысловую галлюцинацию. Ну, это Екатеринбург и Чичерин. Вот. И я со страху написал пять вещей. И вот мы... Сердцу не жить одна из них. Одна из этих вещей. Вот это и было. Что мы разом, прямо разом так... Пять. Пять вещей. Это какой год? Это 2003 год. Ну, что же. Сердцу не жить. Слушаем. Фу. Уложились. Про каждую композицию можно говорить часами, да? Что не ты, что история прямо? Это ужасно. Нормально. Только истории. Ты можешь сидеть просто... Супер. Мы тут... Ну, что там? Это 20,5 часа проболтал. Удалось процеду... Вот тебе нужно с него идти, прямо сюда. Сейчас я Юлю трубочку дам. Юра, встречу сделаю. А, я встречу вам, Павел. Что-то 16, наверное... Так что, друзья, зачем я думал, что он не хочет... Что он не хочет... Что он не хочет... Сердцу не жить, телу искать, звездную пыль глазами стирать. Трубом отбой руки горят, Добрый и злой не дораспят. Ищу тебя, мысли мои, В пальцах нет дня Без капель воды И полюбить, Чтобы забыть И целовать, Чтобы понять И убежать, Чтоб переждать И расставить, Ничто пережить. Игорь Чередник хочет сказать несколько слов. Да, да, да. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Мы тут за кадром, вот, Просто разговорились, Как бы... Да, со мной, с Николаем. Да, с Николаем. С Николаем, Игорь, мы разговаривались. Разговаривались, вот, о... Ну, это субъективно, я думаю. О, как бы, значимости Человеческой, так сказать, Природы, о душе, Там, многие философские, Хорошие, глубокие темы затронули. Вот. Раз мы... Как обычно. Да, как обычно. Мы это делаем в последние 25 лет. Вот. Раз разошел у нас разговор о дяде Миша, Сначала о нем. И вообще о группе ДДТ. Три у меня, значит, посыла. Первое, значит, У меня болел... Был фестиваль в городе Подольск. Там случилось два события, Из тех, которых я планирую рассказать. А потом мы с тобой на эту тему, Если бы останется время, Поговорим. Ты, может, что-нибудь дополнишь, Что-нибудь как. Вот. У меня жутко развалился зуб. Шестерка нижняя. Это беда. Это беда. Выходить на сцену, Играть я не могу. Мне плакать хочется. Прям болит и все, собака. Еще и дождь пошел, Что усилило это зубоболение. Вообще. Я мучаюсь там слезами на глазах. И тут дядя Миша, Как бы такой прозорливый, И очень внимательный к людям человек, Смотрит мне в глаза, Говорит. Родной, А че это с тобой такое? А че ты так выглядишь? Ухмуро, уныло. Я говорю, Миша, представляешь, Я не знаю, как играть. Говорю, болит зуб, умираю. Говорю, вот сейчас прям, Прям вот будет флюс с километра, Говорю, завтра, наверное, Величиной. Говорю, ну не умираю. Он говорит, Че ты, говорит, паришься? Взял мне мочки ушей, Двумя пальчиками, Обе. И стал как-то так, Их натирать, Каким-то особым способом. Так вот, вот их жать, Как-то вот их крутить. Чуть не оторвал мне уши, В конце концов. Но, тем не менее, Тем не менее, Через три минуты, Хоба. И как, Как вот корова языком слезала. Зубная боль куда-то прям ушла, Мгновенно. Так уши заболели. Это чудо. Уши болели и перестали. Нет, там тендеров-то мало, Там их же проколоть даже можно. Вот. И это самое, Я думаю, вот это да. В этом Подольске второе удивление. Нам говорят, Ребята, дождь идет. Вот. Концерта не будет. Там группа игр была. Вот. Так же там были опасные соседи, Так же там было, Вот, ДДТ, Был аквариум, Заезжал. Кто из наших там еще был? Дай бог памяти. Не помню я еще. По-моему, Юго-Запад. Ну, кто-то там был. Пять команд были. Приехал из Питера на фестиваль. И пришел к нам директор Этого всего. И сказал, Из-за дождей мы отменили. Из-за там кто-то Не додал денег. Какие-то у них свои проблемы. Короче, играть будет только ДДТ. Вот. И аквариум. Больше никто не будет. Все, все свободны. Всем спасибо. Ё-моё, кидок. Все, Аня Михайлова не было. Ну, кому-то главному. Подходит и говорит, Слушай, скажи всем, Что после нашего выступления Вечером там, А мы жили, типа, Общежитие студентов каких-то. Двухэтажное такое. Или ВТУ какое-то там было. Неважно. В общем, превратили его в место, В разовую гостиницу для нас. Вот. Наверху в рекреации, Говорит, Что все собрались. Питерские. Чтобы все собрались. Мы собрались накрыть стол. Стол накрыт, Ну, по-простому. Колбаса докторская, Хлебушка, Выпион, Там портвейн, Водочка. Вот. Какие-то фрукты. Вот. То есть овощи какие-то закусанные. Вот. После чего Юлия Ильич встает и говорит, Значит так, ребята, Поскольку вас здесь и хинули, А мы, говорит, Одна команда. Мы, говорит, из Питера. Мы братва. Я, говорит, на это так просто смотреть не могу. Группа ДДТ приняла решение Разделить наш гонорар на всех. Вот. И он, и торжественным образом, Мурзик подходил, И каждому раздавал Андрюха Муратов. И каждому раздавал конвертик с гонораром ДДТ. Плюс, плюс выпили и закусили. Вот. Потом я узнаю о том, Как он, гений Зайцеву помогал. С каждого концерта, там, 400 долларов он ему, Или в месяц 400 долларов платил. Потом я узнаю, Как он еще куда-то там деньги давал. Потом, в общем, короче, Что Андрюша, Царство ему небесное, Который ушел от нас, Ковцанов, Вот. Что Юра Жевчук, Это благороднейшие люди. Я вот, Одного с нами уже нет, Второй, Слава Богу, Бодус. Вот. Я преклоняюсь перед Юлиановичем, Потому что он меня два раза звал в ДДД играть. Два раза. Вот. Первый раз я отказался, Второй раз он помирился. Он поругался с Игорем Доценко, А потом он, Доценко попросил у него прощения, Он его принял обратно. Вот. И извинился передо мной, Дал мне кучу денег, Кучу. До то время, Это, Ну, как сейчас, Сразу же 1200. За одну песню, Рожденную в СССР, Я с ними записал. За эту песню мне дал Гигантское количество денег. Просто. То есть, Потом позвал вот тут дяди Миши, Который уже перестал играть в ДДТ, Да. Я его у себя встречаю на передаче, Он говорит, Я тут играл на юбилейном концерте ДДТ. Вот, говорит, Спасибо, Юлия Иванович, Он мне на старость помог. Говорит, К моей пенсии, Говорит, 170 тысяч мне, Говорит, В конвертике, Говорит, Отдал. То есть, Это не зарит человек деньгами. Он не миллиардер далеко. Вот. Но он, Он любит людей. Он, 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 Блин, Любит людей. Вот, Реально, Как бы, Настоящий. Вот он настоящий. Вот. Что Андрюша был, Что переживательный, Там, С эмоцией, С эмпатией, С огромной эмпатией к людям. Вот, Вот эти люди, Я обожаю таких людей, И стараюсь быть на них похожим. Ну, Это здорово, То, Что ты сказал. Это факт. Многие могут подтвердить. Честно, Честно могу сказать, Это здорово. Спасибо тебе. А то уж я был... Потерял веру в человечество, Как Астар Бендер, Не позволил. Друзья, Хочу напомнить, Что, Ну, Ника Рок-н-ролла, Завтра, В 8 часов, В 8 часов вечера, Концерт в арт-центре Гаркундель. Отличный анцентр, Отличный концерт. Я не знаю, Есть ли там еще билеты, В чем лично, Я сомневаюсь. Там нету. Я думаю, Что там уже аншлаг полный. В солд-аут. Но вы попробуйте, Как раньше друг у друга, Там на головах сидели, Нормально. Я, как человек, Отработавший там 2 года, И знавший всех, Я учил, Например, Там человек, Который делал В этом арт-центре, Филиппов, Значит, Как его? Володя. Володя Филиппов делал Всю канализацию, Значит, В этом арт-центре Своими руками. Вот все, Любой кран открываете В этот счет, Это Володя Филиппов. Там теплый пол, Как где-то там, Володя Филиппов. Вот. И он отдал сына Своего ко мне в обучении, И я вот 2 года учил его, Илюшку, Илюшка натыркался, Все хорошо. Да, Нас куда не посмотрите, Каждый сантиметр Таит в себе кайф. Вот. Там у них даже труба вытяжная, Труба вытяжная, Сделана формуле, Значит, Ракеты, Летающей с иллюминаторами. Вот. А в каждом иллюминаторе По фотографии. Вот. То есть, Как будто космонавты В виде Бориса Борисовича, В виде Костякинча, В виде Юрия Леонидовича, Там, значит, Еще кто-то, Человек 5, Вот они, Как бы в ракете, Это всего лишь вытяжная труба. Потом музей на втором этаже, Где там моя фуражечка, Если вы видите, Лежит моя фуражечка, Я в ней выступал в аукционе, Вот, Два года, Ну, я 7-6-5 лет, В общем-то, Как бы начиналось все С Лени, С Горкушей, С меня. До этого был период 83-го года, Который, Как бы, Прервался, Там полностью сменился Засав, Вот. Я не Горкуша, Найдя меня, На, Значит, На металлиста В 116, Вот, Увидел, Что и барабанчик есть, И точка есть, Значит, Можно, Значит, Меня в аукцион, В этот самый, Вязать, Вот. Короче говоря, Приходите все в арт-центр, Вот, Это замечательное место, Вот, Такое, 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 Энергетически, Очень, Очень наполненное. Ну, А я со своей стороны Хочу, Во-первых, Погладить парней Из группы Третьей души За то, Что они пробросили Все свои дела, А делал в них Очень много И позволили себе Приехать За свой счет На сегодняшний день Это можно приравнивать Поступок Да, Поступок Хочу пользуясь случаем Передать привет И городу Владивостоку, И городу Симферопору, И городу Челябинску, И городу Оренбургу, И городу Новосибирску, И городу Тюмени, И городу Екатеринбургу, И городу Риге, И городу Таллину, И городу, Было очень много городов Москве, наверное. Москве, конечно, Беспорно. Чуть не забыл, да? Хочу, да, Хочу поздравить С дебютом Это у нее первая работа Такая у Елизаветы Солодовниковой. Я очень надеюсь, Что Команда, так сказать, Она сегодня ребяту встречала. Хочу поблагодарить Юру Никонова, С которого у меня сегодня Начался Петербург. Макс Не ожидал для меня это, Ну, давненько такого У меня не было, Что не в первый раз Я вижу Макса За пультом человека, Благодаря которому Я тогда, в принципе, Узнал, что такое Сёрф И Поиграл с группой Виви Сектор, С которыми мы даже Записали альбом. Тебе, Игорь Чередник, За то, что мы с тобой Вновь познакомились. Тебе, Антона Шлей, За то, что мы Наши братские сердца Стали еще ближе. Спасибо. Вот, поблагодарить Всех тех, кто придет Завтра. Мы действительно Очень редко собираемся, Но это отдельная история. Я надеюсь, Наш зритель Завтра у нас вдохновит, И такие, в общем-то, Немолодые, Но бесконечно Юные парни Снова поверят В самих себя. Это больше Меня касается. Также хочу Поблагодарить Всех тех, Кто И продолжает Мне помогать Маленькой нашей семье И добрым словом И молитвами И так далее. И дай Бог, Чтобы Петербург Завтра снова Вернулся в мое сердце В полном объеме. Ну, а мы уж будем Стараться Окунуть В наш мир. Окунуть Именно окунуть. Вот. И поделиться Нашим музыкальным миром С вами, Дорогой Мой Наш Зритель. Спасибо. Обличный текст. И спасибо Шок-радио, Потому что нас слышал Я много был Об этой, Ну, для меня Такой недосягаемой Радиостанции. И вот сейчас Я здесь. И спасибо Улице Рубинштейна 13 Спасибо тем самым Святым для меня Восьмидесятым Началом. И спасибо, Что у меня Моя жизнь Столкнулась С музыкантами Групп, Которые мне В разное время Я говорю о ДДТ, Об Алисе, Об Аквариуме И о странных играх И об играх Вот. Которые в разное время Мне очень Сильно Помогали Собрать мое сердце И полюбить Человечество На веки ваш Коля из Рок-н-ролл Коль, спасибо, Что выбрал время Приехав всего На два дня Тебе Ивану Что нашли время Хотя Приехали на два дня Надо бы по городу Побегать Там кого-то Старых знакомых Увидеть Нет, все-таки Выбрал время Пришел к нам на радио Ну что, друзья Еще раз напомню Что завтра В варк-центре Горкундель В 20.00 Концерт Ника Рок-н-ролла И группы Трити души И мы будем Очень благодарны Всем, кто придет И купит билеты Крючевое слово Купит Потому что люди За свой счет Тут и живут Ну что ж На этой ноте На этой ноте Мы с вами прощаемся Друзья До следующей пятницы А в завершении Нашей передачи Слушаем Песню Ника Рок-н-ролла Мир разделен Всем пока Пока Ну как вообще Надо было Очень Спасибо Папа, а скупируйте Пожалуйста Давай-давай Завтра 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 Красиво Давай-давай Папа, а скупируйте Спасибо Папа, а скупируйте Папа, а скупируйте Мир разделен На две половины Дом В одной половине Стена Другое Окно На стене тени и в окне свет Метка снит синей нет Метка снит синей нет И только невидимая нами черта Отделяет стену от окна пустота Отделяет стену от окна пустота Отделяет стену от окна пустота